всем привет с вами алексей 5 января 2021 и хотел бы поговорить с вами о том как можно облегчить работы на своих дачных участках либо на приусадебном участке небольших участках да там три сотки пять соток шесть ну берем 6 за основу и более да там есть по 20 соток есть по 30 соток там будет результат еще лучше итак мы находимся примерно 20 километров от харькова это восточная украина климат как видите у нас тут такой коллеги показывают у них уже солнышко светит снега нет но у нас вот снежок постоянное обледенение было растений ну тем не менее все хорошо на самом деле с фундуком будет все нормально итак начнем с яблок вот такое яблоко оно не очень большого размера мама купила яблочки по 12 гривен давайте так договоримся гривны это наша украинская валюта но мы будем просто брать за условную единицу то есть 12 12 единиц вот яблоко было килограмм яблок был куплен за 12 единиц яблоки оказались очень вкусные возможно даже сильно химия не обрабатывались потому что они такие не супер там красивые зато сладкие ароматные ну просто замечательные ну поверьте у меня домашние яблоки есть и были всегда вообще ничем не отличается то же самое могу сказать о покупке и морковку недавно приобретал в маленьком магазинчике это дорого за 8 этих единиц то есть вы понимаете картошка в этом магазинчике было 12 единиц а фундук в этом году мой знакомый сдал не сразу конечно поторговался там аккуратненько стал по 110 единиц чувствуете разницу причем вдруг был не самого крупного размера и был разных сортов единственное что он был не миксом а в разных ящичках то есть один сорт отдельно другой сорт отдельно и так далее и весь этот фундук на оптовом рынке у него выкупили поэтому пока с реализации проблем никаких все рассказываю на сегодняшний день апеллирую только цифрами и рассказываю как она есть на самом деле что все мы знаем что на наших приусадебных участках растет много разных культур морковка которая вечно кривая получается буряк там картошка которую то колорады сожрали то еще что там и за каждой культурой нужно ухаживать отдельно и отдельно применять разную агротехнику это очень проблематично и неудобно человек просто банально устает и на своем дачном участке пашет как волк и в итоге результаты не всегда скажем так замечательно единственное что эта продукция в основном не знаю как у вас у меня на участке она всегда получается очень сладкая и очень вкусно я же уже объяснил то есть магазины тоже уже подтягиваются иногда можно приобрести прекрасные продукты также их можно приобрести у своих же соседей и также их можно приобрести у бабулечек которые часто стоят не знаю как ваших там странах и регионах да так как смотрится снг но у нас бабулечки стоят на рынках где-то сбоку там на остановках иногда рядышком и продают прям свои свою продукцию даже консервацию которая домашняя вот поэтому двойной двойная тема мои бабулек выруча и покупаем экологически чистый продукт это для тех кто хочет экологии в своем саду вы можете вот как на примере этого участка здесь нет кроме фундука практически больше никаких растений вот начинаю отсюда здесь девять соток на девять соток эти какие-то сараи дом постройки в общем по факту земли то 6 и остается где-то примерно и прямо рядами идет фундук 1 2 но вам надо пускать не в два ряда а если позволяет участок а в три ряда с минимальными расстояниями то есть минимальное растение для фундука в ряду два с половинкой 3 метра между рядами метра 4 и что вы получите в итоге значит вы высаживаете в районе 50 растений как правило высаживается формируются они штамбом то есть деревцем небольшим деревцем прокладывается капельный полив это недорого на самом деле сейчас для чего это делается потому чтобы не бегать со шланга не поливать соломой с весны соломой очень хорошо сейчас вам покажу вот молодой фундучок подсаживаете солома и так прям большое растение вокруг соломой хорошо засыпается если соломы нет это могут быть не больные листья и так далее то есть даже то что вы скосили с участка трава она прекрасно подойдет для мульчирования ну солома лучше так как она слабее перегнивает скажем так очень хорошо держит влагу под ней живет жизнь в общем замечательно что вам надо будет значит вы провели капельный полив под эти свои условно 50 растений и иногда включаете хорошо проливаете да то есть вам нужно будет вода или скважина вам надо определиться с сортом значит сорта вы можете брать любые вы можете брать и промышленные сорта круглые крупные да хорошо себя зарекомендовавшие в вашем регионе обязательно чтобы фундук не подмерзал также вы можете брать десертные сорта они как правило не круглой формы бывают средне крупные бывают крупные ну небольшие размеры как правило этого ореха очень вкусные да то есть их будут покупать люди чтобы лущить и кушать самим а скажем так промышленный орех скорее всего возьмут перекупы для того чтобы потом дальше его лущить и продавать уже в лущеном жареном виде что не есть очень полезно на самом деле самое полезное это скушать фундук когда он со скорлупой вы его только разлучили и не жаря кушаете да то есть поэтому десертный сорт он вкусный вы сразу кушайте вкусный хотя промышленные сорта тоже довольно таки вкусные вы высаживаете в 3 рядочка вот поближе к забору 1 потом средний ряд и еще поближе к забору 2 от забора надо будет отступить где-то пару метров все вот поместили вы этих своих 50 растений грубо говоря и получился у вас такой небольшой садочек расстояние в 4 метра даже если растения будут у вас повыше они будут вам давать такой приятный тенечек вы всегда сможете спокойно гулять по своему саду и за ним ухаживать каких-то особых у вас все будет по регламенту то есть вы приехали там раз в неделю этого будет достаточно вам надо будет допустим побрызгать растения чтобы они не болели как это делать я рассказал на своем канале неоднократно единственно что вы должны определиться это будет вы будете обрыскивать биопрепаратами или так называемой химии ну если у вас на продажу то в принципе пока на данный момент можно пользоваться и химией пока молодое растение можно пользоваться химией чтобы она не болела и так далее ну а если вы выберете хорошие сорта стойкие то есть большая вероятность что они вообще болеть не будут потом когда уже более взрослые станут там главное пока оно молодое защитить также между этими растениями вы сможете посадить кустарники ежевика малина смородина крыжов значит вы все это сделали по самым скромным расчетам у вас должно получиться в районе 100 200 килограмм 200 это наверное максималка конечно если вы будете прям супер хорошо ухаживать соточку вы должны брать 100 килограмм с вот этого своего участка умножим на сегодняшний день по 110 грубо говоря по 100 до получаем 10 тысяч наших вот этих единиц 10 тысяч единиц вот картошечка было по 8 по 9 то есть 8 мы покупаем 100 килограмм по 8 получаем 800 единиц то есть у нас 10 тысяч на 800 мы закупили 100 килограмм картохи что очень даже немало для семьи на остальные деньги мы спокойно закупаем морковь находим хорошую не жадничаем а находим хорошие сорта морковь бурячок лучок и так далее чеснока можно будет купить без проблем да то есть вы за эти деньги которые вы выручите от фундука вы спокойно закупаете на практически на весь год до овощей себе и оставляйте конечно фундук там я не знаю несколько три четыре пять кустов можете вообще не обрабатывать если для себя и с них просто берете орех едите сами это придаст вам во первых и орех очень сытный у от него особо не поправляются на самом деле он высококалорийный в общем там одни плюсы одни плюсы защищает от рака то есть человек который постоянно употребляет фундук ежедневно небольшую жменьку даже вообще в малых количествах даже там три орешка четыре маленьких проведены исследования чуть ли не один-два орешка уже влияет вот то есть у вас будет больше сил энергии и вы будете максимально защищены от этой страшной болезни вот такая тема поэтому у вас получается и фундук на участке и овощами вы себе полностью обеспечиваете и еще дополнительно ягодные у вас будут расти вам хватит на это место и в между рядях еще можно там зелень какую-то посадить это при желании если уже совсем так сказать захочется вот такой вот небольшой бизнес-план для тех у кого есть время и возможность может еще подзаработать то есть у вас допустим вырастают от растения такие вот побеги которые можно будет пригнуть и вырастить с них саженцы если у вас есть время и возможность это очень хлопотно делать честно вам скажу не так там все просто ну если вы там какой-то крепкий пенсионер или человек которого есть свободное время типа сутки двое сутки трое работаете вы в принципе сможете таким тоже заниматься это еще дополнительно достаточно хорошие деньги даже если вы просто по друзьям по знакомым по знакомым знакомых продадите по не слишком высокой цене там по обычной нормальной цене в среднем сейчас саженец стоит в районе 100 гривен обычного сорта да там не эксклюзива не редкого те которые эксклюзивы редкие там уже совсем другие деньги поэтому ну в общем там уже как повезет ну по крайней мере еще одна дополнительная жирная копейка вот такой небольшой небольшая тема напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу я вам предложил вариант минимизации ухода уход за фундуком это большое удовольствие то есть вы будете работая обрабатывая всего 50 растений это не так много на самом деле и вы будете получать большое удовольствие от этого наблюдая за процессом и все остальное единственное что да но сбор урожая но там помогут я думаю и дети и внуки и всей семьей будут собирать потому что сами будут заинтересованы так как сами будут лопать потом этот очень вкусный замечательный орех а он очень вкусный на самом деле да еще и выращенный своими руками это вообще бомба поэтому в этом плане думаю вы решите вопрос ничего сложного нет у меня вот на этом участке фундук растет уже лет шестнадцать а то и больше может даже в районе восемнадцати вот вот одна из веток оставлена видите с нее будет достаточно много орехов это с одной ветки а вы можете оставлять если кустом четыре таких ветки три четыре как минимум а если штамбом выгонять одно растение там с высоким штамбом идешь там бег и вот здесь пошло разветвление уже сережки и вот здесь будут орехи за штамбом легче ухаживать вообще никаких проблем то есть получите удовольствие нам потом собрали урожай конец августа где-то примерно в сентябре потом его в в принципе немножко подсушили сразу же можно сдавать и за эти деньги как раз покупать это сезон картошечка там и все остальное если у вас есть где хранить и так далее но если вам это не нужно хранить негде и так далее то просто купите сыну или внучке внуку хороший мобильный телефон вот телефон хорошего качества просто за фундук вот такая тема так что накормить фундук может также если вы не будете сдавать весь его оставите его как запас вы можете оставить себе скажем так несколько мешков допустим несколько мешков это будет ваш стратегический запас если у вас стране происходят какие-то непонятные события чуть ли не голод или война намечается то этот стратегический запас всегда вас выручит если фундук хранится в прохладном месте сухом то за несколько лет он абсолютно не теряет своих свойств и становится даже еще вкуснее поэтому сдать вы его можете всегда в любой момент как только вам понадобятся деньги это еще один плюс этого замечательного товара то что он не так быстро портится он скажем так как стратегический запас у вас идет ну вот наверное на этом буду заканчивать напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу кому очень понравилось поставьте лайк и поделитесь с друзьями там внизу есть строчка поделиться ну а кто еще не подписан на канал подпишитесь пожалуйста на канал и прожмите колокольчик чтобы получать уведомления все тогда будете получать уведомления все и мы вместе с вами начиная с ранней ранней весны будем заниматься фундуком начиная от оберегания его от весенних заморозков и заканчивая вредителями всем остальным я буду пошагово вместе с вами буду делать и рассказывать что нужно сделать по своему саду и участку всем спасибо огромное кто смотрел всем привет огромный из харькова и всем пока